Украина для евроминистров Зато попробует повлиять на Россию, развязавшую, по словам Бильта, против Украины информационную войну. Это сегодня обсуждали с российским министром иностранных дел. Сергей Лавров накануне двустороннего саммита с ЕС тоже посетил совещание. На вопрос о ситуации в Киеве он ответил кратко. Не понимаю, о чем вы спрашиваете. А вот в Кремле, похоже, понимают. Помощник президента Андрей Белоусов сегодня сообщил о готовности России кредитовать Украину, если та попросит. И добавил, вступление в таможенный союз вообще решило бы все проблемы. В отечественном Кабмине ответили, на завтрашние встречи Януковича и Путина этого точно не произойдет. Вот они, все абсолютно соглашения. Ни одного соглашения не касается мытного союза. Все касаются работы нашей промышленности. Если мы завтра договариваемся, у нас появляется перспектива бюджета. Зависеть он будет и от переговоров нафтогаза с Газпромом. Об удешевлении газа в Москве снова договаривается вице-премьер Юрий Бойко. Кредит Украине начали обсуждать и в Вашингтоне. Исполнительный совет МВФ даже пообещал смягчить требования. А посол Евросоюза в Киеве напомнил, что ассоциация позволила бы не брать у фонда треть из запланированных 15 миллиардов долларов. Анна Беднова, События.